Далее поговорим о двух важных понятиях, имеющих, если разобраться, общие корни — это глубина цвета и разрешение. Глубина цвета — это количество градаций, допустимых для каждого пикселя. Указывается в количестве бит на пиксель или бит на канал для данной цветовой модели. Например, обычные фотографии на сайтах — это 8-битный RGB. То есть в каждом канале RGB выделяется по 8 бит на 1 пиксель. Поскольку каналов 3, то 1 пиксель в итоге представлен 24 битами. Важно понимать, что эти цифры указываются для итогового представления пользователю. Внутри файла изображение хранится в гораздо более компактном виде. Но если сжатие к изображению не применять, то его размер будет вычисляться именно так. 1 пиксель — это 24 бита, то есть 3 байта. Умножаем на количество пикселей по вертикали и горизонтали, получаем почти точный размер файла. Ну, там еще добавится немного служебной информации. Но так графику обычно не хранят, и тем более не публикуют для конечного пользователя. О том, как ее сжимают для промежуточного сохранения и для конечного представления, мы поговорим в следующей теме про компрессию. Попробуйте посчитать, сколько в байтах будет занимать изображение 640 на 480 пикселей в цветовой модели CMYK. Количество памяти, выделяемой для пикселя, может быть различным. Например, если изображение содержит только черные и белые цвета, ну, цвета могут быть любыми, важно, что их два, то для описания достаточно выделять 1 бит на пиксель, это существенно сократит объем файла. С другой стороны, как мы уже упоминали ранее, в ряде случаев цвет кодируют, например, в 10 или 16 бит на канал. Это делается там, где важно взять максимум исходной информации, чтобы потом при редактировании выловить из нее нужную. Так записывается RAW формат цифровых камер, и такую информацию обычно получают со сканеров. Также с более глубоким цветом работают профессиональные видеоформаты и использующие их видеотехника. В быту широко используются такие варианты глубины цвета. Обратите внимание, что числа указаны для изображения в целом, а не для одного канала. Говоря о каналах в изображении, полезно помнить, что прозрачность обычно представляет собой дополнительный канал. Например, прозрачный фон в ПНГ — это четвертый дополнительный к основным трем РЖБ канал с маской прозрачности, который представляет собой просто черно-белое изображение в 256 градаций тона. Такой дополнительный канал прозрачности в графике и видео называется альфа-каналом.